Вестниками каких заболеваний является головокружение? Прежде чем начинать разговор о головокружении и причинах головокружения, нужно понимать, что такое головокружение. Головокружение — это неправильное восприятие мозга положения или движения тела в пространстве. Для того, чтобы мозг сформировал правильную картинку положения тела в пространстве, ему нужна информация о трёх основных источниках. Это наше зрение, это наш вестибулярный аппарат и это наши проприорецепторы, то есть рецепторы, которые находятся в мышцах нашего тела. Если есть какая-то дискоординация информации от этих источников, тогда мозг воспринимает положение тела как головокружение. Существует очень много причин развития головокружения, но есть основные три. Основные три — это вестибулярные нарушения, второе — это сосудистые нарушения и третье — это заболевания крови. Вестибулярные чаще всего — это отиты, то есть воспаление внутреннего уха. Сосудистые причины — это чаще всего вегетативные нарушения, то есть нарушение регуляции сосудистого тонуса. И кровь — это выраженные анемии. Первая ведущая причина — это нарушение сосудистого тонуса. Сосудистого тонуса, которое чаще всего в обиходе для людей звучит как вегетативная дисфункция или ВСД. Ввиду того, что при нарушенном сосудистом тонусе наступает неправильное поступление крови в мозг, мозг реагирует недостаточностью кровообращения определенных зон, чаще всего вертебробазилярной недостаточностью, так называемой. Это недостаточность той зоны мозга, которая отвечает за головокружение. Второй важной причиной является нарушение вестибулярного аппарата. Так как вестибулярный аппарат это практически и есть часть слухового аппарата, то воспаление, то бишь атиты, которые очень часто возникают в летнее время под кондиционерами, могут вести с собой и нарушение функции вестибулярного аппарата. И третья причина это заболевание крови, которое сопровождается выраженной анемией. То есть за счет невозможности гемоглобина доставить кислород в мозг, возникает головокружение. Но чаще всего это приходящие, приходящие, которые достаточно быстро проходят. Проявление головокружения может быть предвестником таких серьезных моментов здоровья, как нарушение мозгового кровообращения. Причем это могут быть как транзиторные ишемии, то есть приходящие нарушения мозгового кровообращения, так и предвестниками развития полноценных инсультов в зонах, которые отвечают за головокружение. То есть так называемые вертебры базилярного бассейна. Это может быть вестником воспаления внутреннего уха при атитах. Но при атитах мы будем также наблюдать другие признаки, это боль в ухе, головная боль и признаки местного воспаления. И также это может быть признаком анемии. Но при анемии мы будем иметь еще и другие признаки анемии, такие как общая слабость, снижение работоспособности, побледнение кожных покровов, которые увидит сразу же клиницист при первичном осмотре. Конечно, за 2 минуты невозможно раскрыть все причины головокружения. Но если у вас возникают какие-то вопросы, я рад буду вам ответить на них. Пишите вопросы в комментариях под моим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...